И снова привет, ты на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в House Flipper. В прошлой серии мы с тобой прикупили вот этот дом, и обещал начать здесь разбираться, здесь наводить порядки, и мы, собственно, этим и займемся. Думаю, сделаем ремонт и посмотрим, за сколько же можно продать этот дом. За сколько я его купил, кстати, забыл, за сколько я его купил, представляешь, здесь есть ноутбук или нет? Где мой ноутбук? Так, покупатель, магазин, умение, фотоаппарат. Короче, мы его купили, что-то плюс-минус, знаешь, за хрен знает, за сколько денег мы его купили, не помню, за 2 миллиона, по-моему, с чем-то, за 2.30, что ли, это самый первый дом, да? Да, это, по-моему, самый первый дом. Или второй, или маленький, ой, или за сколько я его, блядь, забыл, короче, какой дом купил, представляешь, забыл. Ну, а что? Что я могу себе позволить забывать? Я большой молодец. Я, видать, убрал здесь весь мусор, который... А, не, не весь, смотри-ка. Давай начнем с большой комнаты. Я что-то в ванную сразу побежал, не знаю, зачем. Начнем здесь убирать, подмытать, подмывать, и чтобы здесь все было красивенько. Это грязный ковер, он перманентно грязный, видимо, его нельзя отмыть никаким образом, никаким средством. Собственно, мы не будем на него тратить время, помыть окна. Давай помоем окна. Конечно, надо было делать все это по очереди, типа, отмыть сначала саму комнату, потом уже окна. Но, раз предлагают помыть окна, почему бы и не помыть, правильно? Тем более, если это занимает вот очень маленькое время. Очень мало времени занимает помыть окна. Ну, ты представляешь, сколько времени у нас это занимает? Вот, прям оп-оп-оп-оп-оп, окошко уже помыто. Надеюсь, ничего не поменялось у меня ни в положении, нигде. И мы продолжим дальше. С того же места. На чем-то я закончил. Забыл. Отходил на пять минут. Тут, блядь, мешают все. Кому только не лень. Не дают спокойно записать. Так, а, это тоже грязь была. Я смотрю слева, у меня нарисованы стрелочки вверх. Я так понимаю, это покупатели какие-то возможные оценивают мое жилье. Вот это вот жилье. И оценивают, так сказать, возможность покупки этого жилья. Ну, это очень здорово, конечно, что вы оцениваете мое жилье. Но я его пока никому не собирался продавать, ребятки. Подождите вы, подождите. Не так быстро. Хорошие мои. Отмывать ты будешь, нет? Или это не грязь? Это, наверное, не грязь. Наш главный герой считает, что это не грязь, и это отмывать не следует. Ну, а зачем? Правильно, правильно, нахера я это отмывать. Оно и так нормально выглядит. Тем более стильно, модно, молодежно. Здесь очень грязно. Ну и грязище. Я так и отмываю, наоборот. Наоборот, только чище становится. Что, дебилушу совсем? Было же грязнее гораздо. Прям в разы. Я отмываю, а вы мне говорите, что здесь грязно. Да не пошли бы в опизду. Сейчас слово тебе говорю. Ну, это же вообще некрасиво. Когда человек трудится, знаешь, моет, 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 отмывает. А ему стоят такие, знаешь, над душой и говорят, блядь, не, здесь очень грязно. Здесь грязно. Ерунда какая-то, здесь очень грязно. Подойди да сам помой, кто тебе мешает-то? Купишь у меня эту халупу, блядь, будешь сам мыть. А то ишь, какие все. Белоручки. Отмыть боятся. Сами мыть боятся. Стесняются, наверное. Ох, блядь. Зла на них не хватает. Ужас просто. Че за люди? Че за люди? Я так понимаю, мы в этой комнате это все уже отмыли. Продать дом можно, да? Типа на интер продать дом, да и все. Экстеди, странно. Я же вроде как бы это самое... Нажимал перенести сюда офис, нет? Мне кажется, что да. И, кстати, когда мы тогда в той серии делали ремонт дома и отмывали дом, вот этот крупный проект, который делали из браузера, там нельзя было вот так вот взять и помыть дом из шланга. Там мы отмывали весь дом шваброй. Что меня очень сильно поразило. Я, кстати, по-моему, даже вопрос этот задавал. По-типу, а почему? Почему я должен отмывать крышу, которая там вон из-под небеса, руками? Как я тут достать-то должен? А что мне как раз сказал, иди ты нахер, отмывай как хочешь. Все? Грязь-то отмыли мы, нет? Красота. Сырнячков бы еще подергать, вообще было бы классно. Их вроде как здесь не особо много. Точнее, не то, чтобы не особо много их здесь. Опа. Возьми лопату. Это что такое? Это крот? Видать, да? А это что? Что здесь мешает? Нашему главному герою он говорит нам, что здесь нужно что-то сделать. А, я понял, вот что надо. А здесь что? Здесь тоже то же самое, да? Ну, видимо, да, просто. Опа. Все, убралось. Так, здесь у нас тоже наверняка то же самое. А вот здесь вот? Вот. Слушай, мини-карта реально спасает. Прямо реально спасает. Грязюк можно отмывать только так. Угу. Угу, угу. И вот здесь где-то. Где она? Тут, тут, тут. Здесь? Эээ, потолок грязный. Вот оно что. Так. Ну, давай-ка мы с тобой возьмем попросту и продадим вот это все. Угу, угу. Ой. Полк не цельный. Она оказывается наборная. Все продал. Все просто, все продал. А почему нет? Оно нахрен нам здесь не нужно. Оно просто здесь стоит и мешается. Велком, невелком, все вот это вот нужно продавать. Вот это тоже безвкусица полнейшая. Да, кстати, мне написали, что первый вот в том доме, когда мы делали с тобой ремонт, типа колокольчиком внутрь я поставил, как ее называют, дверь. То есть я изнутри как будто бы стучаться буду. Ну да, я что-то там запамятовал, видать, и не обратил внимания на это. И получилось вот как получилось. Смотрим, значит, что мы здесь с тобой делаем. Здесь мы ставим радиатор. Можешь купить, установить батарею. Батарея где у нас? В магазине. Батарея в магазинах. Батарея. Батарея. Монтируемая большая батарея. Купить. О, какая нагроменная. Я же обычную могу монтировать сюда. Да? Большая-то батарея мне не нужна. Батарея. Батарея обычная. Да пусти ты меня. Показать все результаты. Я забыл про эту кнопочку. Обычная батарея. Купить. Поставить. Ну, нужно под вот это окно поставить. Вот так. Установить. Сейчас сделаем здесь ремонт просто запупенный. Просто такой, что прям все с руками оторвут этот дом. Ну, я так считаю, по крайней мере. Не знаю, как получится на самом деле. Но я думаю, что да. Думаю, что вообще всем зайдет. И все у нас начнут его покупать. Весь санузел нам нужно было. Опачки. Грязь. Почему-то она у нас не отображается на карте. Вроде идеально чисто. Наконец-то порядок. Чисто. Это мне нравится. Я рад, что тебе нравится. Но не для тебя я это делаю. Ищем, значит, всю сантехнику. Сантехника-то. Можно мне сантехнику в установке? Нет. Это не установки. Мне нужна, 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 нужна. Вообще, для начала нам нужно сделать ремонт. Нам нужно все, все стены покрасить. Нужно положить плитку на пол. Нужно все вот эту вот ерунду сделать. Давай пол сначала определимся. Какой где будет. Напольная плитка. Здесь напольная плитка будет белая мозаика. Будет светлая ванная. Очень светлая ванная. Будет вот такая вот вообще опупенная. Кстати, смотри, как смотрится красиво. Здесь пол... Нет. Давай начнем со стены опять же. Стену купим. Назад, назад, назад. Стены. Стены. Также на стенную плитку мы с тобой купим какую-нибудь такую, что прям тоже беленькая, светленькая такая фарфоровая мозаика, белая. Гексагон. Но это будет... Зато будет как по факту. Прям как реально она у нас с полом будет сливаться. Как ты считаешь? Я думаю, что будет самое оно. Давай купим три, но потом если что, продадим. Я думаю нам... Хотя нам, думаю, не хватит даже трех. А две-то нельзя класть. Очень жаль. Да что ты. Вот эти вот процессы... Но... Вот эти процессы... Укладки плитки, укладки обоев и покраски стен, они на самом деле очень затянуты. Очень долго происходят. Вот хорошо, что пол не так долго кладется. Хорошо, что пол кладется. Вот просто берешь и натягиваешь его. Если бы мы так же пол клали, это прям капец был бы. И у меня бы кукушка поехала это все делать. Ну смотри, в целом... В целом прикольно выглядит. Интересно. Сборку будем качать. Сборку будем качать. И думаю, она нам очень сильно поможет, например, в установке всяких вот систем отопления, систем вот... Ну всего, я думаю, это к этому относится. То есть мы сейчас этот телевизор, уже говорю, этот... Батарейки поставим быстрее гораздо. И туалеты установим гораздо быстрее. Ну как, гораздо быстрее. На 25% быстрее. Да, трех мне не хватит. Трех явно мне не хватит. И это обидно. Это грустно, что трех мне не хватит. А я очень хотел, чтобы не хватило. Где здесь свет? Мне прям не хватит, знаешь, за подло. Пары штучек. Ну как пары. Одной стены у меня почти не хватает. Но, блин, это же ведь не целая пачка. Это же ведь все ничего. Тут нужно-то хрен да ни хрена. Вот смотри. Раз, два, три, четыре, пять штук. Обидненько. Просто реально обидно. Ну что поделать? Если игра так решила делать, значит так и делала. Ну, значит так правильно, значит так нужно. Думаю, что сегодня с домом с нашим мы закончим. Так, нет, подожди. Положил сюда. Достань ерундестику, продай. Возьмем. Возьмем. Чем мы возьмем? Мы возьмем белую краску. Мы возьмем белую краску. Прям белую-белую. Вот она белая. И купим маленькую баночку ввиду того, что нам столько не нужно. Нам нужно покрасить эти... Ой. Не тем красить собрался. Нам нужно покрасить просто косяки. Неплохо? Неплохо. Выглядит хорошо. Давай теперь... Приступим к... Так, это он туда поставим. Покрасим там косяки. Годи, а что выключается свет-то? Я же не просил его выключаться. Там солнышко или что? Да, там, видимо, солнышко. Хотя на улице темно. Ладненько. Начнем с душевой кабинки. Душ. Душ, душ, душ. Да, где тут искать? Душ. Душ. Показать все результаты. Кабинка. Кабинка. Кабинка моя. Монтируемый душ. Поставим вот этот. Не знаю насчет скорости установки. Я думаю, что она такая же и осталась. Но 25% они явно будут не сильно заметны. Поддон мы собрали. Трубу с сливом мы собрали уже почти. Закручиваем болтик, чтобы держался слив. И крышку ставим. Отлично. Трубу для слива подсоединяем. Устанавливаем бортики. Устанавливаем стекляшечку. Устанавливаем. Вкручиваем смеситель. Закручиваем. Закручиваем. Ставим дверки. Шпингалеты ставим. Ограничители, видимо. Да, это ограничители же? А, нет, это просто полозья для того, чтобы наша дверка в душевой кабинке вот так вот гонял туда-обратно. Да, а ты как думал? Так, еще одну. Одну рельсу устанавливаем. Так, так. И ручку еще одну. Прикручиваем. И заглушку. Красота. Это что? А, ну это просто уголки. Устанавливаем сверху полозья, естественно, чтобы не выпадала наша сверху стена. Это не стена, а дверь. Еще одну рельсу. Ой, как это долго делается все. Но это самый долгий элемент вообще. Душ это самый долгий элемент в ванной, в этой комнате. Ставим здесь еще что? Туалет, компакт. Здесь у нас что? Раковина. Здесь у нас что? Стиральная машина. Здесь у нас что? Батарея. А туалет здесь. То есть стиральная машина. Начнем со стиральной машины. Стира-ль. Показать все результаты. Ну, поставим вот эту подороже, которая будет. Да, наверное, вот сюда поставим. Установить. Открываем. Откручиваем эту заднюю стенку. Естественно, транспортировочные болты нам нужно выкрутить. Чтобы барабан крутился четко. Ну, мы с тобой уже разговаривали на эту тему. Ты все прекрасно знаешь. Вот транспортировочные болты, их нужно выкрутить. Иначе будет бить барабан на ауджиме. И все. Вот так вот. Все, барабан ходит спокойно и крутится. Прикручиваем обратно стенку заднюю. И в целом-то уже готово. Ну, как бы осталось-то хрен да ни хрена. Только задвинуть. А, это что такое? А, ну это для подачи воды. Это для подачи воды. Это я тебе точно могу сказать. А вот это слив. Но почему он, блин, наверх уходит? Непонятно. Обычно в полу сливы. Как она вверх-то пойдет? Какой-то там кто давление тебе создаст? Слив обычно самотеком уходит. А здесь вот так вот получается. Ну ладно. Видать, разработчикам видней. А туалет. Туалет. Показать. Эээ, ни хрена себе. А унитаз. Унитаз давай. Унитаз. Унитаз. Показать все результаты. Хочу. Ого. Хорошенький унитаз. Компакт. Нет, мне он не нужен. Мне нужен вот, типа, вот такой. Вот у нас темная душевая кабинка. Строгая, квадратная. И унитаз будет такой. Установить. Унитаз вообще самый простой в установке. Он просто вот ставится все и все. И готово дело. Да? Да. И здесь мы устанавливаем раковину. Раковина будет у нас с тобой какая? Раковина. Ну, давай вот, типа, вот такой, что ли, задел... Вот. Нет. Вот такой. Вот такая вот будет вообще отлично. У нее должно быть светлое основание. Такое вот. Да, белое. Двери должны быть тоже белые. А вот столешница должна быть черная. Черный гранит. И стекло должно быть тоже черное. Под гранит. Детали какие-то. Это что такое? А, это вон там, вон, ерундистика вот эта. Угу. Раковин пусть белый будет, и детали светлые. Купить сейчас. Ну, крутистый. Где-то здесь она должна стоять у нас. А что, все? А что она не используется? Я не понял. А у меня написано, что она не используется. Ага, погоди. Раковина. А почему я не могу ее использовать? Светлая раковина. Купить. И? Она для кух... А, она же для кухни, твою мать. Здесь же другая нужна. А я уже начал ее выбираю. Мебель. Раковина. Искать. Мне нужна раковина, которая будет в ванной. Естественно. А это все раковина для того, чтобы... Блин, ну да. Такой я вот дурачок. Давай поставим вот такую. И, естественно, основание вот такое. А и черную древесину. Вообще красота. Мне нравится такая раковина. Она очень красиво выглядит. И вот теперь начинается геморрой установки. Закручиваем винтики, болтики всякие. Там шайбочки накручиваем, наверчиваем. Наш любимый занятий, короче. Мы занимаемся тем, что нравится. О, угу. Угу. Ну, что ты... Не сразу нажимается. Часто очень происходит такое, что это просто... Нажимаешь, а она не нажимается. Во, вообще огонь. Красота. Смотри, какая. Все. У нас... А, блин. Вот это вот дело надо, наверное, продать. И повесить что-нибудь человеческое туда. Светильники. Светильники. Мне нужны светильники. Светильник. Потолочный светильник. Мне сказали, что там можно, типа, сортировать по типу. А где? Где по типу-то? Здесь нельзя. Там нельзя. Мне нужно в ванной. Вот по типу вот такого. Я думаю, вот такое будет самое оно. Да? Да. Вообще, внутренность должна быть светлая. А абажур темный. Во. Смотри, какая красота. Ой, блядь, батарейку не поставил. Ладно, давай батарейку еще залепим сюда. В общем, нет. Эти-ти-ти. Бата, блин, ба-та-ре-й-ка. Обычная батарейка. Купить. Установить. Ну-ка. Давай-ка. Плясать. Выходи. Батарейка вот эта долго очень устанавливается. Она там вот в принципе-то ничего, ни с чего не состоит, а устанавливается очень долго. Сколько мы с тобой уже играем? Ни хрена себе как долго. Кухоньки перейдем. Кухонька у нас с тобой будет такая, знаешь, типа, типа а-ля прям вот красота. Где тут выключатель и светильник-то? Че, нету что ли? Как они зажигаются-то? Немножко вырезал я. Чутка прям совсем. Я не вижу выключателя. Понимаешь, я его, наверное, продал. А че можно сделать еще? Продал, конечно. Есть тут выключатель. Продаются они ведь? Ну, что ты будешь делать? Выключатель. Элегантный выключатель. Современный выключатель. Стандартный выключатель света. Давай современный купим. А че нет? На уровне глаз. Нет, заходишь, правой рукой нажимаешь. Вот так. Все. Кухонька будет тоже в таких светлых тонах. Но будет она покрашена. Потому что я хочу так. Она будет покрашена в такой цвет. Чтоб прям... Чтоб прям... Ого-го. А пол должен быть... Вот такой. Во! Красота, смотри, какая. Так. А стены должны быть... Какого цвета должны быть стены? Стены должны быть... Краска... Такого, чтоб прям... Утренняя желтизна. Что за утренняя желтизна? В туалет что ходить? Ходишь, когда... Утренняя желтизна. Что это за утренняя желтизна? Солнечная желтизна? Весенняя трава. Давай весенней травой покрасим. Ну а почему нет? Блин, на кухне должно быть светло и ярко. Купить. Думаю, будет выглядеть нормально. Если будет выглядеть ненормально, ты пиши там в комментариях, если тебе что-то не понравилось. Но я думаю, что тебе понравится, потому что это красиво. И тем более мы все равно этот дом продадим. Ввиду того, что мне нахрен не уперся. Мы просто деньги на нем зарабатываем. Ты сам, наверное, прекрасно понимаешь, зачем мне нужен еще один дом. Нам прекрасно живется и в том. Тот дом самый лучший. Мы там и ремонтик все-таки уже сделали, какой-никакой. А этот дом мы продадим, заработаем на нем денег и купим себе дом с бункером. Потому что такие богатые люди, как мы, должны жить в бункере. Не жить в бункере, а жить в доме с бункером. А вдруг что? Вдруг война. Нас в первую очередь убьют. Разграбят. А денежки все в бункер положим. Чтоб наверняка. Чтоб никто не украл. Голова. А, все. А что я еще-то думаю? Здесь больше ничего не... А, вот. Что я думаю, блин. Добыл покрасить стену, представляешь? Все. Эту комнату мы с тобой открасили. Убираем вон туда. Идем за кисточкой. За водой, точнее, с этой... Как ее называют? За краской красим откосы. Потому что они должны быть белые. Как мне написали уже в комментариях. Что белые смотрели бы гораздо лучше. Но я тоже согласен с тобой, что они должны быть белые. И смотрятся они гораздо лучше. Помыть окно. Угу. И это окошко тоже помоем. И это окошко. Отлично. Так, теперь приступим к мебелине. Мебель должна быть... Какая должна быть мебель? Я откуда знаю, какая должна быть мебель? Мебель. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Столовая. Нет, кухонная. Кухонная. Кухонная мебель. Деревянный шкаф для духовки. Встраиваемая духовка. Нет, мне все это не нужно. Мне нужна... Светлая духовка. Темная духовка. Светлую духовку давай купим. Такого вот цвета, чтобы с полом... Нет, это прям уже аляписто выглядит. Столечность должна быть... Это прям как-то очень ярко и очень глупо выглядит. Ну ладно, давай купим такую. Ну а почему нет? Блин, у нас светлая кухня, красивая кухня. Чтобы выглядело все здорово. На нее положим еще эту панель, которая для готовки. И вообще красота будет. Нужно поставить шкаф с мойкой. Нет. Где у меня там вот эта темная мойка-то была? Светлая мойка. Вот такую и нужно ставить. Или нет? Или где он есть? Наверное, давай тогда вначале сам возьмем. Вот это вот шкафы, вот эти вот деревянные шкафы с мойкой. Но здесь нет ничего такого-то. Здесь ничего такого нет. Кедр, кедр. А у меня орех, по-моему, нет? Вишня. Сапеле. Бразильский орех темный. Кеат. Нет. Венге. Черная смородина. Мне не нужна. Мне нужен... Давай в кедр все пусть красится. Ручки. Ручки, естественно, светленькие такие будут. Хрен его знает что-то. А, это раковина, елки-палки. Раковина должна быть серая. И детали, естественно... Темные. Купить. Не, она должна быть посерединке. Она должна стоять как раз-таки под окном. Вот так она должна стоять. А вот плита должна стоять вот здесь где-то. Нет. Плита должна как раз стоять вот тут где-то. Нет. Она должна быть вот тут. Блин, да хрен я знаю, где она должна стоять. Вот тут пусть плита стоит. Зря я это сделал. Вот это мне нужно. Мебель. Мебель, мебель. А узенькая какая-то полочка есть? Шкафчик. Типа... Типа, чтобы он был просто. Вот это есть только. Для полуострова. У меня не полуостров. У меня нет полуострова. У меня есть просто... Просто кухня. Шкаф с мойкой. Деревянный для полуострова. Левый шкаф для полуострова. Шкаф с ящиками. Так, так, так. Дуб, дуб. Кедр. Кедр. Каждый ящик, что ли? Красить еще нужно. Не, это ерунде. Блин, ручки не. Ручки давай вот такие вот золотистые. И столешница, естественно, пусть... Ну пусть черная будет купить. Блядь, она не влезает, прикинь. Ну ладно, будет столешница вот здесь стоять. Этот шкаф. А что, она не влезает? Может, влезает? Не, охрененно не влезает. Вот тут будет стоять. И на плиту... На плиту мы с тобой, знаешь, что заделаем? Что-нибудь вот эдакое. Где тут? Где тут, где тут, где тут? Узкую полочку хочу поставить. Представляешь, узкую полочку хочу поставить. Деревянный грузовой шкаф. Вот такой. Кедр-кедр. Ручки золотистые. И столешница... Ну пусть будет вот такая. Не знаю, все равно как-то очень... Все равно вот этот вот пробел остается, и это грустно. Ну а что я могу сделать с этим пробелом? Ничего. Панель варочная мне нужна. Панель. Ой. Панель. Че, панель не можешь найти, дурак? А как она называется тогда? Электроника? Вытяжку, кстати, сейчас залепим. Коврик под мышку мне не нужен. Мне нужен... Кстати, холодильник мне нужен. Не двудверный, мне обычный холодильник нужен. Какой-нибудь вот такой. Нет, он должен светлый быть. Ну что ты будешь делать? Давай холодильник купим. Холодильник. Ого. Ничего себе здесь какой холодильник есть. Светленький холодильничек прикупим. Под кедр есть? Да, есть под кедр. И детали под сталь. Купить. Или белый. Белый лучше. Купить. Что там мешает? А, ничего не мешает. Все хорошо. И тогда еще ставим вот сюда опять же... Блин, одна единственная вот эта ерундестика получилась с светлой столешницей. Давай мы ее продадим. Не нравится мне плита эта. Прошневая плита. Пистерная печь с деревянными шкафами. А мы что за это купим? Давай ее и купим. Это ерундестика. Темный. Это тоже ерундестика. Пусть светлый будет. Темный, темный. Бежевый, золотой. Белый пусть будет. Купить. А почему нет? Просто пусть будет вот такой. Класс. Так, с этой комнаткой мы закончили. И остается у нас комнатка вот эта. Самая... А, вот. Эти светильники не продали, не купили новые. Давай светильник купим какой-нибудь. Не знаю. Светильник. Показать результаты. Купим какие-нибудь, какие-нибудь, какие-нибудь вот такие, может быть, светильнички. Чтобы они такие простые были и... Блин. Два купить надо было светильника вот таких. Вот сюда куда-то. И вообще отлично. Красота. Раз, два, три. Надеюсь, ничего не поменялось. И продолжаем мы с вами... Ремонтировать. Так, погоди. Погоди. Перекрутилось. Чутко. О, вот так вот вообще отлично. Дальше продолжаем комнату хоть ремонтировать. Вот это тоже давай продадим. Нахрен он нам не нужен? Вот это все тоже нам не нужно. Освободим всю комнату для того, чтобы можно было спокойно брать. Ремонтировать. Покрасим сразу откосы. Мне даже хватит, скорее всего, на... На все окна краски. Представляешь? Кто бы мог подумать? Отлично. Вот эта комната должна быть у нас каким цветом вообще покрашена? Хрен его знает вообще. Не знаю. Опа. А вот это... Ой, вот это вот... К этому окошку-то я забыл покрасить. Угу. Угу. Все. Красота. Давай подумаем, какой дизайн мы придумаем для вот этой комнаты. Так, еще подвинусь немножко вот так вот. Пока не знаю, что мы сюда прилепим, но думаю, что стены у нас будут с тобой. Какие панели здесь есть с динозаврами? Фисташковые обои. Обои, обои, обои. Мне не нравятся эти обои. Они не очень красивые. Белые узкие вертикальные панели. Белые широкие вертикальные панели. Горизонтальные панели. Так. Давай сделаем вот типа вот из вот таких вот панелек. Купить несколько. Да пусть еще будут. Так. О, они даже быстро достаточно устанавливаются. Вообще красота. Мне нравятся вот такие вот панельки. Красиво смотрятся. Не знаю, как тебе, но мне нравятся. Учитывая, что они еще так быстро кладутся, то вообще красота. Прям находка. Ну-ка, ладись давай. Можно было бы дизайном как-то разделить, вот этими панелями разделить комнату на две части, но не вижу в этом смысла. Комната и так маленькая. Что же тут делить? Да, мне, я так понимаю, не хватит этих панелей. Надо было еще покупать. Но кто же знал. Сейчас еще купим. Не так уж долго это происходит. Так. Так, так. И вот сюда. Ляпота. Так, ну комнатушка прям светленькая стала. Красивые деревянными панельками этими. Давай вот так вот сделаем еще. Парочки, я думаю, нам хватит. Одной вряд ли хватит. Одной, думаю, не хватит. Вот пары точно хватит. Да, видишь, одной бы не хватило. И одной бы не хватило. Прямо на самые... На две панельки, просто на две ячейки. Да? На две жгеть. Все остальное-то я сделал. Да, вроде бы да. Угу. Кладем, продаем. Вот это точно продаем, а это точно продаем. А вот с этим, я думаю, не знаю, куда... Можно вот эти проемы закрасить. И станет гораздо лучше. Прикинь, кончилась краска. И как быть? Нужно купить еще краску. Давай посмотрим, что мы там раньше покупали. Последнее купленное. А где белая краска-то? Белая-то краска где? Стены, краски, белый цвет. Вот он, белый. Давай купим еще одну эску. Купить сейчас. Тоже покрашу все вот эти вот откосы даже в дверях. Покрашу в белый, чтобы они глаз не мозолили. Я не буду придумывать, какой цвет для них персональный. Поэтому... Поэтому вот так. А, блин, а вот этот я не покрашу. Ну ладно, пусть красится в белый. Просто здесь как-то... Тоже можно было на две поделить. Но, видимо, не судьба. Давай продадим, пока краска она нам не нужна. Так. Что сделать-то нужно? Нам нужно с тобой купить мебель какую-то. Ну, прибранный домик. Что? Что, совсем что ли дурак? Дед, какой прибранный домик? Вообще отличный дом. Мебель. Мебель для... Кабинета. Кабинета. Такой вот. Нужен стол купить. Нужно стол купить. С ящиками. Какой-нибудь такой прям хорошенький. Чтоб прям выглядел он прям достойно. Думаю, вот такой классический письменный стол с древесину. Купить. Ну, только придется его, наверное, вот так поставить. Чтоб он с батарейкой не конфликтовал. И поставить сюда стул. Стул какой-нибудь тоже такой человеческий, на котором можно будет удобно сидеть. Кресло дата принц. Принц информации. Но это нам не нужно. Нам нужен стул. Стул. Какой-нибудь такой хороший. Где здесь хороший стуль? Это вообще есть? Яркий стул. Нет. Мне нужно что-то такое. Что-то такое, чего я здесь не вижу. Ну, давай, офисный вот такой вот купим. Только светлый. Кремовый, да. И поставим здесь... А, блин, кровать-то куда поставить? Кровать-то здесь некуда ставить. Вот сюда можно диван поставить какой-нибудь. Спальный диванчик какой-нибудь есть здесь для спанья? Кровать. О, да. Нет, это мне все не подходит. Мне нужна какая-нибудь односпальная кроватка. Диван давай. Диван. На диване тоже можно спать. Тем более вот на таком. Вот на... Нет, такие мне не нравятся. Мне нравится вот такой светлый диван. Основание кофей... Нет, не кофейный. Мне нужен коричневый кофе. И кофейный отличается. Вот это должен быть темнее, чем вот это. Но наоборот получается. Очень странно. Белый. Белый. Здесь под кедр, естественно. Подушки в кофейный. Нет. Ужасно выглядит. Травянистый. Нет, тоже ужасно. Давай белый. Или светло-серый, черный. Серый тоже не очень. Постельный розовый тоже не камильфо. Вот. Можно травянистый. Амминистый. Второй цвет. Такой. Нет. Все вот в таком цвете должно быть. Подушки эти давай вот такие останутся. А вот основание мы покрасим в... Нет. В кедр. Вот так, наверное, сделай. Купить сейчас. Да. Вот сюда вот поставим. Диванчик. И будет он нас здесь стоять радовать. Нас. И все, в принципе, можно даже сказать, что здесь все готово. Только светильничек надо повесить нормальный. Чтобы светло здесь было. А то мы в темноте здесь ходить не сможем. Развлечений для ванной комнаты нет. Лампа. Лампа. Лампа будет у нас с тобой. Какая? Давай, будет лампа настольная для письменного стола. Вот такая вот. Она, конечно, маленькая. Но а что поделаешь? И, естественно, будет лампочка вот такая. Так, освещение. Освещение. Блин, не знает такого результата. Ты дурак, что ли? Назад. Освещение. Не знает результатов таких. Говорит, нет у меня. Есть у тебя результат. Ты просто не хочешь показывать мне их. Угу, угу, угу. Что бы сюда повесить такого, чтобы прям, чтобы красиво смотрелось-то? А то как-то у меня все идеи внезапно кончились. Ну, напольные лампы можно поставить. Вот такие вот. Напольный светильник, например, вот такой. Чем вот эти два отличаются, я не знаю. С открытым плафоном. Давай купим несколько. Вот так поставим одну. Вот так поставим другую. Вот сюда по-хорошему еще одну поставить нужно, но нет. У нас такой нет больше. И давай светильник над кроватью поставим. Над диваном. Такой, наверное, настенный, длинный. Вот, типа, вот такой, только вот такой. Бра, не, бра, не хочу такую. Давай повесим что-нибудь другое. Может быть, тут что-то еще красивое есть? Послушайте, лампа, штрих. Нет, 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 больше такого нет. Будем тогда вот на эту смотреть. Вот так его. Купить сейчас. Я хочу вот здесь повесить. Да? Вот здесь. Вообще отлично. Красота. Эти светильники отдельно включаются. Это тоже отдельно включается. Вообще красота. Мне очень нравится. И двери. Естественно, двери мы забыли. Двери. Двери, 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 двери. Угу. Угу. Дверь. Входная дверь. Будет у нас с тобой. Какая будет входная дверь? Наверное, вот такая. Купить сейчас. И, естественно, ставим ее не колокольчиком наружу. А вот так, как полагается. А вот так, как полагается. Во. Красота. И межкомнатные. Межкомнатные мы поставим какие? Охрен его знает, какие мы межкомнатные поставим. Рождественская дверь. Здесь стекленная дверь. Входные двери с молоточком. Нет. Мне нужна какая-нибудь межкомнатная ванная. В ванную, например, можно стеклянную поставить. Но которая такая. Не до конца прозрачная. С середняком. Нет. Это тоже не то. Входная дверь. Входная дверь. Межкомнатная. Межкомнатная. Вот для ванной написано. Для ванной поставим. У нас ванная светлая, поэтому будет светлое. Стекло. Стекло из черной древесины. А, это не стекло, это просто цвет. Я понял. Все в черную древесину делаем. Ручки светлые, естественно. Белого цвета ручки. Нет. Светлого. Какие детали здесь? А, внизу. И рама, естественно, в черный. Да, вообще красота. Купить сейчас. Мы ее устанавливаем где-то вот. Вот тут. Правильно? Нет, нет, неправильно. Мы ее установили немножко криво. И, естественно, мы теперь ее продаем. Ой, как я люблю это дело. Вот так? Да, вот, вроде бы вровень. Отлично. И в кухню мы делаем дверь... Ой, опять я сюда захожу зачем-то. В кухню мы делаем дверь такую... Да такую же мы сделаем дверь. Зачем нам нужны разные двери? Правильно? Правильно. Нам не нужны разные двери. Нам нужна одинаковая дверь. Так, ничего никуда не выпирает? Нет, ничего никуда не выпирает. Ну и, в принципе, мы спокойно можем сдавать вот эту комнатуху. Отлично, отлично. Продать дом. А, нет, давайте какую-нибудь развлекуху купим. Что, можно телевизор поставить, например, какой-нибудь. А почему нет? Мебель в гостиной. Книжный шкаф. Нет, мне нужна полка под телевизор. Какая-нибудь полочка, да? Нужна какая-нибудь полочка под телевизор. Темные сидения. Сиденье и сиденье. Столы, шкафчики. Шкафчик под телевизор. Светлая тумба. Угловая тумба. Тумба под телевизор. Вот комот под телевизор. И в целом-то я, наверное, бы его и взял. Но, наверное, будет вот этот. Вяз американский. Кедр. Вяз американский будет. И низ черный. Купить сейчас. Будете стоять вот тут. Прямо напротив дивана. И где здесь телевизор у вас? Телевизор. Телевизор. Показать все результаты. Ага, подвесной? Нет, мне подвесной не нужен. Мне нужен вот такой. Купить сейчас. Красота. О, киберпанк. Флиппер. Вот это на превьюшку давай поставим. Да? Вообще отлично. Красота. Ну как на превьюшку? Это получится не на превьюшку? Вот так вот на превьюшку получится. Нет, или вот так. Вот так, скорее всего, да? Вообще отлично будет. Я думаю, пойдет. Или вот так, или вот так. Ну, короче, как-то так. Если ты не увидишь этого на превьюшке, значит, у меня не получилось. Давай на этом... А, нет, давай на этом не закончим. Посмотрим. За сколько это дело можно продать? Дом куплен за 2 миллиона. Твой бюджет составляет 2 800. Принято участие в садовом конкурсе. Американский огород. Нет, мне это дело не нужно. Еще есть стоимость участия какая-то. Выставить дом на аукцион. Выставить на аукцион. 2 500, 2 500, проданная мебель, купленная мебель. То есть мебель нам нужно в любом случае за 2... 800 хотя бы победитель. 2 762. Барыш 663 тысячи. То есть все это время мы делали что-то, и у нас получается, что мы выиграли 600 тысяч. Нет, я хочу, давай тогда продадим. Положительные отзывы. Только одна ванная, это хорошо. Коридор полон богатства. Гости почувствуют себя подавленным богатством с порога. Отрицательные отзывы. Мне нужна одна единственная спальня, а здесь нет ни одной. Мне нужна отдельная комната для офиса, здесь нет места для документов и книг. Но ничего страшного. И что? И что делаем-то? Закрыть. А что я это самое? Я не могу продать его вообще, что ли? Могу. На спейс просто нужно. Все, я продал квартиру за столько, за сколько я хотел продать? Или просто продал? Хоть наварился я немножечко-то на ней. 600 тысяч-то я типа попилил, так сказать. Покупатель, какие впечатления после первых торгов? Если тебе хочется проверить подробную информацию о покупателях, то я сохранил твои заметки о них на планшете. Мне неинтересно. У нас 5,5 миллионов, и мы на них уже можем что-то приобрести себе. Да? Да? Да или нет? Где этот браузер? 5,5 мультов. У нас можно уже дом посреди чаще купить, хотя я, по-моему, мог ее уже купить. Дом торговца, гараж с бункером. Дом с бункером стоит дорого. Бункер дяди Стаса, это вообще отлично. Старый дом с бункером 7800 стоит, поэтому нам до него еще пердеть и пердеть. Давай на этом прощаться с тобой. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Обязательно увидимся с тобой в следующей серии и в других играх. И обязательно давай пока.